Катастрофическая ситуация с коронавирусом заставляет власти в регионах идти на ужесточение ограничительных мер. В конце октября Саратовская область пополнит список субъектов, где введут QR-коды. С 25 октября они потребуются для посещения объектов культуры, а с 29 числа без QR-кода не разместят на турбазе, а также не пустят фитнес-центр, бассейн, аквапарк, предприятия общепита и кальянные. Исключение кафе и рестораны на территории аэропортов, вокзалов, заправочных станций, учреждений образования и предприятий. Не понадобится QR-код и в придорожных кафе. Вот такой QR-код можно получить после вакцинации или вследствие заболевания коронавирусом за последние 6 месяцев. Отображается он на едином портале госуслуг. Его также можно распечатать и предъявить на бумажном носителе. Правда, в обоих случаях вас попросят показать документ, удостоверяющий вашу личность. В Саратовской области ответственность за введение QR-кодов возложили на Министерство цифровизации. Ведомство Аделя Славутина на этой неделе собирало журналистов, чтобы показать, как будет работать система. Непонятным осталось одно, в чем заслуга специалистов Минцифры. Нужный код находится на странице гражданина на госуслугах. Для его считывания не потребуются даже простейшие программки из магазина приложений. То есть достаточно лишь смартфона с интернетом. Задача посильная даже ребенку. Впрочем, Адель Славутин с такой оценкой не согласен. В чем именно эта работа заключалась в Министерстве? Ну, прежде всего, это организационное мероприятие, связанное с тем, чтобы объединить базу Минздрава, которая фиксирует вакцинированных, соответственно, наполнение правильное и качественное единого портала госуслуг и, соответственно, возможность гражданина бесперебойно, не ожидая там сутками или еще что-то, чтобы получил гражданин QR-код на основании, ну, соответственно, данных медучреждений о наличии или отсутствии прививки. Считается, что эксперименты с QR-кодами должны стимулировать население к вакцинации. Хочешь жить без ограничений – сделай прививку. На такой шаг пошли уже более 50 российских регионов. К примеру, в Казани система заработала 11 октября. Первые итоги неутешительны для бизнеса. Магазины, торговые центры и фитнес-клубы в столице Татарстана опустили. Казанцы часами стоят в очереди в МФЦ и в пункты вакцинации. По этому QR-коду. Вот. Если говорить про проверяют или нет, да, проверяют. То есть на входах везде проверяют. И в кафе, и в столовых, и в торговых центрах, и в фитнес-центрах проверяют. Если мы говорим про то, чтобы пройти по чужому QR-коду, уже в первый день, как все это вели, сразу же появилась новость, которую распространяли местные СМИ, что за вход по чужому QR-коду будут наказывать административную ответственность. В Роспотребнадзоре не спешат давать оценку эксперименту с QR-кодами. Для того, чтобы заметить положительные результаты, нужно время, считают в ведомстве. Эффект того или иного ограничительного мероприятия мы можем оценить только после того, как ограничительное мероприятие будет введено и пройдет как минимум один инкубационный период заболевания. И, соответственно, тогда мы сможем оценить, действует ли оно или не действует, и как оно отражается на эпидемиологическом процессе. В соседней Самарской области система QR-кодов тоже заработала с 11 октября. Ежедневно там коронавирусной инфекцией заболевает около тысячи человек. И, несмотря на критическую ситуацию, по словам журналиста Светланы Дильдиной, многие игнорируют даже те ограничения, которые ввели намного раньше. Если какие-то меры смогут помочь, то я думаю, что их нужно применять. К сожалению, несмотря на то, что у нас проходят достаточно активно рейды, люди, к сожалению, в очень большом количестве все равно игнорируют маски, несмотря на проверку. Во время рейдов по Саратовским торговым центрам тоже выявляют нарушителей. Горожане напрочь забыли о мерах безопасности в общественных местах. Мы хотели бы обратиться с просьбой усилить патрулирование торговых центров сотрудниками полиции по соблюдению масочного режима гражданами. Мы видим в этом большой положительный эффект. Когда такие рейды проводятся, беседует сотрудник полиции с гражданами. Это носит совершенно другой эффект, нежели чем сотрудник торгового центра. И граждане гораздо охотнее и быстрее понимают, что маску необходимо использовать. И мы видим, что когда такие посещения носят регулярный характер, ситуация намного улучшается. Введение QR-кодов породило множество вопросов. Прежде всего, к перечню мест, для посещения которых они потребуются. Почему фитнес-центры, а не общественный транспорт? Почему турбазы или аквапарки, а не торговые центры и так далее? Да и сам бизнес пока находится в растерянности. Много вопросов, конечно. То есть, как мы должны считывать это, как мы это должны смотреть, кто этим должен заниматься, где мы должны это фиксировать. Есть хороший опыт, который был в Москве. То есть, в Москве, в Великую Аркаду, понятно, почему вводят, чтобы, так сказать, активизировать вакцинирование. Но в результате получилось, что заведения индустрии питания, они просто-напросто опустили. Через две недели это мероприятие было аннулировано. Фитнес-центры тоже считают внесение их в этот список ошибкой. До ковидных мер количество людей, занимающихся фитнес-клубом, было 3%. Сейчас доля этих людей, процента полтора, мне не очень понятно, каким образом нашими руками хотят сделать вот это вот, скажем, увеличение количества привитых людей, если вот я вам озвучиваю, какое количество людей ходит к нам. На данный момент за последние 6 недель мы растем в Сарайской области. Последние 4 недели рост достаточно большой. Это более 10% в каждую неделю. Мы обслуживаем полтора процента населения. Люди, которые ездят в общественном транспорте, это 90% населения. Почему к нам применяются эти меры, а к общественному транспорту эти меры не применяются? Мы также обсуждаем. Если закон есть, если постановление есть, мы в любом случае будем его соблюдать. Инструментов на сегодняшний день контролировать хозяйствующий субъект не существует. Ведь проверки, находящиеся в субъект, могут осуществлять президент, правительство и прокурор. Никто больше не может проверить нас на то, как мы соблюдаем те постановления, которые выписаны. Еще раз говорю, здесь вопрос ответственности бизнеса. Мы будем это в любом случае соблюдать. Но главные наши потери и сдержки будут в том, что такое точечное введение QR-кодов именно в нашей отрасли приведет к тому, что будет значительный рост теневого сектора, потому что люди, те, которые не хотят прививаться, их достаточно много, они будут искать места, где у них QR-коды не проверяют. И достаточно большой отток нашего же персонала, за счет того, что у нас будут падать выручки, за счет того, что будут падать зарплаты, точно так же уйдет теневой сектор. Ограничительные меры в виде QR-кодов необходимо считают в правительстве. Как показывает опыт соседних регионов, где подобное нововведение заработало раньше, нас могут ожидать колонны, желающих попасть в пункты вакцинации и МФЦ. Чтобы обезопасить себя и окружающих, есть еще несколько дней. Не создавать очереди с 25 числа.